Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН в студии Андрей Рыжков. Сегодня я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. За заслуги перед Отечеством! Высокой государственной наградой удостоен старший машинист котельного оборудования паровоздуходувной электростанции по ОММК Андрей Кручинин. Компания года! Центр подготовки кадров персонал стал лауреатом 4-й ежегодной премии «Эффективное образование». Хоккей и теннис – что общего? Ответ на этот вопрос точно знают юные галкиперы спортивной школы «Металлург». А сейчас об этих и других событиях более подробно. 13 января отмечается День Российской Печати. Праздник не только журналистов, но и тех, кто овсетную бумагу и типографскую краску не променяют на мониторы. А читателей у газеты «Магнитогорский металл» более 67 тысяч человек. Итоги конкурса по охране труда. Законы, вступившие в силу с января – успехи городского клуба настольного тенниса. Это лишь несколько тем будущего номера. Один выпуск «Магнитогорского металла» – это 16 полос, каждый из которых может содержать еще и не один материал. К сожалению, газетное производство таково, что оперативностью газета за интернетом, естественно, уже не успевает. Сейчас, как мы, газетчики, видим свою работу в том, что мы должны дать некое послесловие и анализ происходящему в городе или в стране событию. Это посмотреть исторический какой-то ракурс, спросить мнение экспертов. Периодичность выхода металла три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Соответственно, и дедлайнов, вот как сегодня, у журналистов на неделе тоже три. Бывает, что в номер нужно написать несколько материалов, плюс нужно подежурить, плюс еще какое-то мероприятие. То есть день происходит в движении. Я не видела ни одного кабинетного журналиста, таких просто не бывает. Все, что ты не успеваешь, ты берешь домой, пишешь дома, чтобы с утра этот материал уже был вычитан. Литературный редактор, технический редактор, ответственный секретарь, верстальщик, корректор – у каждого статья окажутся на столе прежде, чем утвержденный выпуск отправится в печать. Бывает такое, что какие-то материалы пишутся с колес по каким-то горячим событиям. Бывает, что сидим допоздна, бывает, что ждем, когда напишут журналисты, когда появятся фотографии. Печатаются газеты по ночам. За год из типографии выходит 11,5 миллионов экземпляров магнитогорского металла. Первыми свежие выпуски получают почтальоны. Мой рабочий день начинается полшестого утра. На один участок выходит 500-600 газет. Примерно где-то около 60 домов. И полностью рабочий день занимает 4-5 часов. Какая бы погода ни была, нужно донести эту газету. Раньше, чем в почтовом ящике, новый номер магнитогорского металла появляется на официальном сайте издания, который преобразился. Старый был, с маленькими фотографиями, очень такой компактный. А сейчас мониторы большие, телефоны большие, нужно, чтобы это все красиво смотрелось. И чтобы навигация была удобная, чтобы удобно было искать новую газету, новые номеры, новые фотографии. При этом отказываться от бумаги, оставляя для читателей только онлайн-версию, магнитогорский металл не планирует. Надежда Кинаш, Владислав Гусев, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Мастерство, возведенное в степень. Старший машинист котельного оборудования паровоздуходувной электростанции по ОММК Андрей Кручинин. Был удостоен высокой награды, медали Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени. Ровно 10 лет назад он уже получал государственное признание. Руководители Андрея Владимировича уверены, это логичный итог многолетней качественной работы на производстве. Множество схем, рычагов и кнопок. Рабочее место старшего машиниста котельного оборудования Андрея Кручинина словно пульт управления орбитальной техникой. И задачи перед специалистом почти космические. Он должен следить за всеми производственными параметрами. Постоянно. Осталожаются включения и отключения дымососов, глютевых вентиляторов, подачи воздуха, разрежения, тяги на котле. На стенах это расходы газа доменного, природного, комсового, расход воды, температура пара. Сейчас оборудование работает в автоматическом режиме, что сделало труд специалистов проще в разы. Андрей Кручинин помнит времена, когда все нужно было делать вручную. На комбинат, на ПВС он пришел в 1989 году по совету родных и близких. Здесь уже работал его тесть, трудилась жена. Позже сами они перешли в другие подразделения, а Андрей Владимирович решил остаться. Два года проработал машинистом котельного оборудования, затем получил назначение на старшего машиниста. В этом качестве работает по сей день. Энергетика вообще интересная вещь. Энергетика – это свет, электричество, все крутится, все вертится, механизмы. Наверное, энергетика – это везде, во всем у нас в жизни. На работе, естественно, у нас котлы, которые работают, выдают пар, нужных параметров заданных. Пульт управления Андрея Владимировича обеспечивает бесперебойную работу семи котлов среднего и высокого давления. От их правильной работы зависит качество дутья, подаваемое на доменные печи. Цена ошибки в работе машиниста велика. Если мы где-то не выдаст параметры, выйдем за аварийные параметры, это скажется на трубовой воздуходувке. Воздуходувка не выдаст параметры дутья на домную, дутье встало, домная остановилась. Своими опытом и знаниями Андрей Кручинин делится с молодыми специалистами. Старшего машиниста котлотурбинного цеха Юрия Медведева Андрей Кручинин курировал, когда тот проходил производственную практику в университете. А с 2010 года они работают на ПВС рука об руку. Конечно, хотелось бы сказать очень теплые и хорошие слова про моего старшего товарища, моего первого учителя здесь на производстве Андрея Владимировича Кручинина. Его работа сама за себя говорит, то есть человек очень грамотный, очень опытный, очень ответственный. Меня научил АЗАМ производства. Мало того, АЗАМ, еще, естественно, и тонкостям в нашей работе. За ответственный труд Андрей Владимирович не раз получал знаки отличия. Был награжден почетными грамотами Магнитогорского металлургического комбината. В 2010 году получил медаль Ордена за заслуги перед Отечеством 2-й степени, а спустя 10 лет копилка достижений пополнилась еще одной высокой наградой – медалью Ордена за заслуги перед Отечеством 1-й степени. Такое признание, говорит Андрей Кручинин, дорогого стоит. Это не просто знак отличия. Это знак того, что доверяют. Евгения Солхудинова, Олег Карпенко, телекомпания ТВИН. Венера Ахмедьянов, дозировщик отделения усреднения концентрата ЦПАЖ горно-обогатительного производства ММК, признан лучшим по профессии. Сам передовик производства признается, что просто любит свою работу, поэтому и дело ладится. Юлия Никифорова продолжит. Отделение усреднения концентрата ЦПАЖ, где Венера Ахмедьянов руководит всем производственным процессом, обеспечивает сырьем пятую агломерационную фабрику. Его, уже опытного дозировщика, с шестилетним стажем работы в аглоцехе, перевели сюда с четвертой аглофабрики в 2019 году. Как запуск пятой фабрики и нашего участка зоны сырья ЦПАЖ началось, соответственно, это уже два года будет, вот через месяц. Мы с самого начала, с самой раскрутки оборудования, первые тонны сырья на склад наш принимали, начинали все это дело с самых, у истоков, так сказать, стояли. Ну и вот два года пролетело, как мы работаем здесь. Свою работу дозировщика Венера Ахмедьянов называют творческой. В том, что в течение всего 2020 года агломератчики пятой фабрики уверенно повышали производительность своих машин, говорит Венер Фаизович, есть и заслуга коллектива отделения усреднения концентрата ЦПАЖ. Бесперебойное снабжение фабрики коксом, известью, качественное усреднение сырья на складе. Все это, несомненно, способствует повышению производительности агломерата в итоге. Коллеги и руководство Венера Ахмедьянова отзываются о нем, как о человеке, тонко чувствующем пульс производства. Венер Фаизович отличный специалист, он профессионал в своем деле, как дозировщик он себя проявляет полностью, знает каждые мельчайшие подробности в своей работе. В этом году он даже прошел аттестацию на исполняющего обязанности мастера, поэтому карьерный рост ему обеспечен. Является лучшим рабочим по профессии, по профессии лучший дозировщик, лучший молодой рабочий до 30 лет. Является душой коллектива, грузчики, бригадиры на участках основного производства, которые работают на машинах, и бункеровщики, которые работают на конвейерах. То есть всего 15 человек. То есть вот эта вся взаимосвязь, подача сырья на главфабрику, отдача железоорудного сырья, работа конвейеров, вот это все находится, так скажем, под его контролем. В бригаде действительно удалось выстроить взаимоотношения между людьми в лучших исторических традициях производственных коллективов ММК. Здесь люди друг другом дорожат, поэтому и работа ладится. В коллективе хорошие отношения, дружим мы все вместе на выезды, летом и зимой, в принципе, собираемся, друг к другу в гости ходим. Да и так сказать, в бригаде хорошие отношения у всех. Под занавес уходящего 2020 года Венера Ахмедьянов был признан лучшим дозировщиком. Впервые за два года его работы на новом производственном участке ЦПАЖ. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН. Центр подготовки кадров «Персонал» стал лауреатом 4-й ежегодной премии «Эффективное образование». В категории «Корпоративные программы» «Багнитогорский персонал» признан лучшей компанией 2020 года. Получение премии не только повышает престиж центра, но вдохновляет на новые достижения в области образования. Центр подготовки кадров «Персонал» – один из лидеров корпоративного образования в России. Компания предлагает более 800 программ обучения. Это и повышение квалификации рабочих, и получение второй профессии, и подготовка управленческих кадров, и многое другое. Главным образом персонал готовит кадры для ММК и общества его группы, но услугами центра также пользуются более сотни предприятий России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Для участия в конкурсе «Эффективное образование» команда персонала подала заявку, в которой описала результаты своей работы в непростой 2020 год. Для победы необходимо было соответствовать критериям масштаб, активность, профессионализм подхода к решению сложных бизнес-задач, значимость вклада, достигнутые результаты. Нам, конечно же, хотелось получить признание от коллег по цеху и экспертов в области эффективного образования. Поэтому наша команда проделала большую работу и гордится достигнутым результатом. Признание персонала компании года высоко оценило старания его команды в области трансформации образовательной отрасли. В 2020 году слишком резко наступила необходимость вести обучение по всем программам удаленно, но в персонале оказались к ней готовы. Еще в 2018 году здесь озаботились вопросами модернизации образовательной среды центра и переходом на новый уровень. За два дня мы провели обучение наших организаторов, подготовили техническую службу и техническое сопровождение для того, чтобы наши слушатели приходили не в аудитории, а оставались в нашей системе СДО или в наших вебинарных комнатах. Оставаясь дома с телефонов или со своих рабочих мест, со своих домашних персональных компьютеров, слушатели могли спокойно продолжать обучение. За непростой 2020 год команда персонала разработала более 40 образовательных курсов, сложных, глубоких и, главное, востребованных. В планах на 2021 год не снижать темпы, а также запустить интерактивную обучающую платформу ММК. Этот проект называют самым перспективным. Платформа позволит многократно увеличить число слушателей и студентов персонала. И снова побороться за премию «Эффективное образование» на сервис номинации «Лучшая онлайн-платформа». Елена Тимофеева, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН К другим темам. Ароматные, вкусные, экологически чистые грибы в любое время года предлагает приобрести компания «Шампиньон» и «Магнитогорск». У них налажено собственное производство без использования химических препаратов. А это значит, что продукт обладает не только отменным вкусом, но и пользой. Вся продукция сертифицирована. Жители города уже по достоинству оценили качество этого натурального продукта. Затем, как выращивают и срезают шампиньоны, наблюдала наша съемочная группа. Шампиньоны богаты белком, кислотами, витаминами и минералами. Не меньше, чем в рыбе, в этих грибах и фосфора. Также в них содержатся витамины группы В, Е, Д. Они считаются прекрасной диетической пищей, но даже учитывая их небольшой калорийность, они достаточно питательны. Скоро у православных верующих пост и грибы станут идеальной заменой мясу и рыбе. Чтобы выращивать шампиньоны круглый год, нужны особые условия. Для хорошего урожая надо поддерживать на определенном уровне влажность и температуру, а также обеспечить циркуляцию воздуха. Почва должна быть особым образом обогащена, а в камере необходимо поддерживать чистоту. Даже к тому, как срезается гриб, есть определенные требования. Гриб выбираем сначала самый крупный. И чтобы не повредить рядом растущие грибы, осторожно вот так вот его выкручиваем, чтобы не повредить рядом грибочки маленькие. Отрезаем ножку и кладем в ведро. Шляпка должна быть средней жесткости, а юбка под ней закрытой. Свежесрезанные грибы сразу же убираются в холодильник. Причем, в отличие от магазинных, у этих шампиньонов меньше срок хранения, всего 7 дней. Ведь они выращены без использования химических препаратов, а значит, гораздо полезнее и вкуснее. Подтверждают это и постоянные покупатели. Всегда свежие грибы, хорошие, вся семья любит. И муж, и дети, и все любят. Родственники приходят, покупают. Как вот в магазине берешь, они все уже вялые, не очень это такие качественные. А это вот хорошие грибы, всегда качественные. Только сегодня собрали почти две сотни килограммов ароматных, свежих и вкуснейших шампиньонов. Цена за свежесрезанные грибы более чем демократичная. Всего 200 рублей за килограмм. Здесь можно приобрести вешенки собственного производства, маринованные шампиньоны, которые прекрасно подойдут для приготовления на гриле или в духовке, а также новинку – пирожки с обжаренными шампиньонами для запекания. Оформить заказ вы можете по телефону 46 66 05 8 908 086 66 05. Достаточно позвонить или написать сообщение в любом мессенджере или смс. Приобрести грибы можно через группу в социальной сети ВКонтакте. При заказе от трех килограммов доставка бесплатная. Специальные условия действуют для кафе и ресторанов. А с недавнего времени стала возможной поставка еще и в близлежащие населенные пункты. Экстрим в теории и на практике. В Магнитогорске начал свою работу первый и единственный в городе водный клуб. Занятия в нем абсолютно бесплатные. Опытные инструкторы готовы научить всех желающих правильно вести себя на воде во время сплавов. Также участникам клуба дадут возможность применить полученные знания на практике. Они отправятся в настоящие экспедиции. Евгения Солухудинова расскажет обо всем подробнее. Первый и единственный водный клуб в Магнитогорске уже готов открыть свои двери для всех желающих. Горожан от 16 лет и старше инструкторы приглашают на бесплатные уроки по основам водного туризма. У нас в городе водный туризм ушел от спорта, ушел в коммерцию. И решили, что надо, кроме коммерции, которая есть в городе, надо развивать именно как спорт, как времяпрепровождение. Союз молодых металлургов нам помог с помещением. То есть Союз молодых металлургов нам сейчас будет помогать и с организационными вопросами. Мы как бы с ними объединились в этом проекте. На лекционных занятиях инструкторы расскажут о каждом нюансе. Как правильно выбрать палатку, как вязать туристические узлы, как вести себя во время экстремальных ситуаций. Также в наш курс входит медицинский курс, в который придет квалифицированный медик. У него есть специальные манекены, на которые можно отработать спасение человека при утоплении. У нас как бы цель нашего обучения – это участие в соревнованиях. И будет приходить специальный человек, который будет рассказывать о том, как проходят соревнования, какие документы нужно оформлять. Большое внимание уделят вопросам техники, ведь многие из желающих отправятся в водное путешествие, не умеют даже правильно работать веслами. Инструкторы все расскажут и покажут. Правильная техника грибка, она выполняется именно разворотом корпуса и как бы при вставании на колено, в коленной посадке и обратной посадкой, то есть на свое же место. Даже если ты весь день находишься на катамаране и грибешь, у тебя не забиваются, не устают руки, у тебя при этом не болит там никакие мышцы, ни на руках, тем более там ни плечи. Ты весь грибок переносишь на те мышцы, которые тебе привыкли работать, это корпус и ноги. Готовить в клубе будут не только к так называемым матрасным сплавам, но и к более серьезным, четвертого и пятого уровней сложности. Оттачивать мастерство управления каяками и катамаранами любители экстрима будут на суше и в воде. Конечная цель занятия – серьезные путешествия по стране и по миру. Экспедиции на Алтай, в Казахстан, Карелию, Крым и Саяны. Ну и, конечно, участники не обойдут стороной реки Башкирии. Мы хотим посетить пороги, на которых сами ни разу не были, они просто находятся в заповедной зоне, для этого надо отдельное разрешение получить на Большом Анзере. Тут заброска очень сложная, потому что через хребет, со снаряжением, ранней весной, когда там очень много снега, нужна очень хорошая физическая подготовка. То есть это действительно экспедиция, действительно экстремальная такая будет. Первое занятие в водном клубе состоится 14 января в 19.00 по адресу улица Уральская, 9А. Всех приглашаем, все у нас бесплатно абсолютно, все открыто. Все, кто старше 16, всех ждем у нас. Евгения Золохудинова, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. Наступившие морозы внесли коррективы в учебный процесс. Из-за низкой температуры воздуха школьники сегодня остались дома. Утром столбик термометра опустился до минус 28 градусов. В управлении образования и администрации города рассказали, как будут учиться школьники в последующие дни. Сегодня утром дома остались ученики с 1 по 11 класса. Во вторую смену на занятия не пошли учащиеся начальных классов. Решение отменить уроки было принято из-за низкой температуры воздуха. Ее специалисты отслеживают ежедневно. Температура воздуха мониторится в разных районах. Для этого используются специалисты, которые в 5 часов созваниваются. Смотрят, снимают показания термометров. И используем данные официальных сайтов. Затем далее коллективно принимается решение об отмене занятий. Мы руководствуемся постановлением главы города. Оно опубликовано на сайте администрации, на сайте управления образования. Это постановление 2012 года, но оно актуальное. И этим постановлением утверждается температурная шкала. При этом учитывается температура воздуха и скорость ветра. Так, согласно данной шкале для учеников с 1 по 4 классы, занятия отменят, если за окном будет минус 25 градусов и ветер 1,4 метра в секунду. Впрочем, родители самостоятельно могут принять решение, везти ребенка в школу или нет. Учителя остаются на рабочем месте. Уроки будут, даже если в класс придет один человек. Учебный процесс организуют и для тех, кто из-за погодных условий остался дома. Он будет проводиться дистанционно. Работает сетевой город. В сетевом городе все учителя размещают информацию с заданиями. Но дистанционное обучение не обязательно равно электронному образованию. То есть не обязательно для этого может быть использована работа с сайтами, с другими компьютерными и электронными средствами. Это может быть задано задание, связанное с работой с учебником и с другими средствами обучающими. Также домашние задания задаются, также далее проверяется это все, оцениваются результаты. Поэтому учебный процесс при этом не нарушается и освоение программы идет. В четверг, 14 января, синоптики прогнозируют низкую температуру утром в отдельных районах Челябинской области до минус 40 градусов. Информацию об отмене занятий можно узнать на официальных сайтах администрации города, управления образования, а также позвонив в единую диспетчерскую службу. Ольга Сухоплюева, Олег Карпенко, телекомпания ТВИ. О новостях спорта через несколько секунд. Для чего хоккеистам, в особенности хоккейным вратарям, теннисные мячи? Спортсмены ответят, развивать реакцию. Не так давно в детско-юношескую спортивную школу «Металлург» прибыло новое оборудование – теннисные пушки. Теперь тренировки галкиперов проводятся в более интенсивном формате. Теннисные пушки, которые руководство детско-юношеской спортивной школы «Металлург» ожидало с нетерпением, прибыли в Магнитогорск в конце прошлого года. Для вратарей и их тренеров это стало отличным подарком в преддверии нового календарного года обучения. Изначально эта пушка предназначена для работы теннисистов, но уже давно применяется именно в хоккее, тренировках вратарей. Скорость вылета данной пушки максимально 96 км в час. Шарик, мячик лечит. Загружаются сюда мячи 70 штук. Ранее для тренировки вратарей в бросковый зал детско-юношеской школы «Металлург» приглашались полевые игроки, которые интенсивно, забрасывая галкиперов шайбами, проверяли их на прочность. Отныне нападающих можно задействовать реже. Львиную долю выстрелов по воротам на себя готова взять теннисная пушка. Принцип работы здесь два ролика, которые крутятся на большой скорости и поочередно мячик скатывается и вылетает. Также можно настроить частоту вылета, то есть каждые полторы секунды и каждые 10 секунд. И скорость, соответственно, тоже регулируется. Больбан, мимо. Теннисные пушки работают на аккумуляторах, зарядки которых хватает на 3 часа интенсивной работы установок. Ввиду их мобильности пушки можно будет брать для тренировки вратарей на выездные сборы. Весит каждая установка порядка 13 килограммов, что позволяет с легкостью ее поворачивать в нужном направлении, пытаясь очередным выстрелом мяча застать вратаря врасплох. Когда бросают игрок, ты можешь подугадать, куда легче подугадать, куда именно будет идти бросок. А когда ты работаешь на данном эгрегате, ты в самый последний момент только можешь увидеть траекторию полета мяча. Вот это самая большая трудность. Все эти трудности должны пойти галкиперам детско-юношеской хоккейной школы «Металлург» на пользу. Ведь темой крепчает вратарь, что справляется с бросками, которые с каждым разом становятся быстрее, выше и сильнее. Хотелось бы выразить благодарность, прежде всего, руководству хоккейной школы, хоккейного клуба «Металлург» за материально-техническое обеспечение хоккейной школы, особенно для вратарей. Данный тренажер, мы полагаем, внесет свою пользу в развитие мальчишек. Дина Наумова, Денис Иванов, телекомпания ТВИН. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах, в социальных сетях и на нашем сайте tv.fisin.ru. Всего вам доброго и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok